Всем доброго дня, с вами Владимир Левченко. Естественно, основные новости, которые будем сейчас обсуждать, они все приходят от глобальных регуляторов, от мировых центральных банков, которые своими ручками устроили этот банковский кризис. И, как оказалось, по последним данным, которые выдал нам американский центральный банк, что они с начала текущей недели уже аж 300 миллиардов долларов закачали в свою финансовую систему. Если сюда добавить 50 миллиардов франков, которые пойдут от центрального банка Швейцарии в Кредисвис. Кредисвис, кстати, сейчас, я смотрю на торгах в Цюрихе по отношению к закрытию предыдущего дня, растет почти на процент по последней сделке. Сюда же добавить тоже десятки, если не сотни миллиардов долларов, которые за последние три месяца были закачаны Банком Японии и Банком Китая, то, в общем, получится то, что центральные банки продолжают, опять же, несмотря ни на что, следовать завету. Ну уж, тут не важно. Можно, во-первых, и не важно чему, и можно долго смотреть, кто это. Ну, завет, в общем, звучит очень просто. Говорили про это давно. Перефразируем Ленина. Печатать, печатать и печатать. Вместо того, чтобы, да, учиться, учиться и учиться. К чему это все будет сейчас приводить? Ну и, наверное, самое главное, да, а будет ли инфляция, да, вот из-за таких действий? И что вообще могут сделать центральные банки? Ну, поможет нам в этом разобраться Михаил Ханов, управляющий директор Алго-Капитал. Миша, доброго дня. Да, приветствую вас. Ну, вот как ты оцениваешь происходящее? Ну, мы с тобой это обсуждаем уже несколько лет. Ты знаешь, на самом деле очень печально, что ФРС, который был полон решимости в начале года сокращать свой баланс сначала на 40, потом на 95 миллиардов. Ну, то есть я, понятное дело, что не верил, но надежда была, да, что все-таки, ну, какая-то сумма там 60-70 миллиардов будет ежемесячно сокращаться. Но ФРС этому не последовал своим собственным обещанием. И вот, как ты сказал, вот та сумма, на которую они напечатали денег, это примерно 60% сокращений с начала года. То есть фактически они нивелировали больше, чем в половину, все то сокращение, которое провели, то ужесточение денежно-кредитной политики. Приведет ли это к инфляции, это зависит от того, куда пошли эти деньги. Если они пошли на докапитализацию и просто останутся на балансах банков, это одно. Если вкладчики, ну, по примеру своих российских коллег, не послушают регуляторов и пойдут все-таки снимать деньги, то это приведет, естественно, к инфляции. И я не знаю уже, да, там, помню, 9% вызывало там безумие, шок и трепет. И даже Елен там называла главной задачей Пауэлла это борьбу с инфляцией, президента тоже. То есть что будет сейчас? Ну, если это напечатано, будет еще несколько триллионов. Ну, одному богу известно. Еще раз говорю, зависит от модели поведения вкладчиков. То есть вот эта докапитализация, останется ли она виртуальной, либо она уйдет со счетов и люди в панике пойдут их снимать. Сейчас вот все действия регуляторов, я думаю, будут направлены на это. Ну, мы же понимаем с тобой прекрасно, да, что люди точно, ну, какая-то часть людей точно снимет эти деньги и каким-нибудь образом ими распорядится, да, кто-то побежит. А на самом деле вот вопрос, какая важен для того, чтобы понять, насколько вот эта самая инфляция ускорится, да, но она в любом случае ускорится здесь. Почему? Потому что вот такими действиями, да, Федрезерв, ну, на мой взгляд, он стимулирует, да, абсолютно безответственное, такое крайне безалаберное поведение. Он стимулирует и показывает людям, да, ну, вы вот смотрите, да, тут вот в течение 15 лет все те, кто, ну, фактически прожигал жизнь, да, работал неэффективно, жил и развивался в крайне тепличных условиях. То есть все те, кто могут существовать только в условиях отрицательных процентных ставок, ну, то есть когда, грубо говоря, они проедают сильно больше, да, чем создают стоимости. Вот это, они говорят, вот смотрите, вот это и есть наше будущее. Вот, как бы... Нет, не умеют. Ничего более умного, чем вложиться в длинный трежерис в период ужесточения ДКП не пришло. А дальше люди сидели вот до последнего, надеялись, что случится чудо, но чудо не произошло. Пошли крупные выводы и, собственно, действительно, это тот самый непрофессионализм, это те самые непросчитанные риски или там попытка ухода от этих рисков, да, может быть, в преддверии новогодних бонусов. Я уж не знаю, что движело ими, когда они держали эти позиции так долго в убытке, никак их не хеджировали и так далее. Так это вот как раз, это непрофессионализм и, ну, как бы, тотальная выпадение. Вы называете вещи своими именами. Конечно, и выпадение из реальности. То есть они вот, как говорится, смотрю в книгу, вижу фигу. Понимаешь, вот мы на улицу выходим, смотрим, допустим, о, зима. А они выходят, говорят, да не, ну, это все, как бы, какая зима. Да, 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 да. Просто лето холодное, да. Ну, вот сейчас, на самом деле, очень серьезно будет все, вот, насколько вот вчера у Кристины Лагард, у нее хватило жесткости, я не буду употреблять более другие жесткие слова, но у нее хватило жесткости поднять ставку на 0,5, несмотря ни на что. Да, хотя там многие пели, что там вот 0,5, а то и 0, ну, скорее всего, то и 0,25. Вот очень показательным будет действие Пауэлла и слова. Я думаю, что хватит и решимости, и знаний профессиональных у членов ФРС проголосовать за поднятие на 0,25 22 марта на следующей неделе, тем самым доведя ставку там до диапазона 4,75-5. Да, там ужас, ужас, мы коснулись 5%. Но, вот, если ФРС даст слабину и поставит на паузу подъем, это вот будет означать то, что ты сказал. Знаешь, как дети маленькие, вот их строят, им дают правила игры, они там упали в очередной, расшибли коленки, побежали со слезами к мамочке, мамочка все простила, да, и снова можно, извини меня, там, шататься где угодно. Вот то же самое здесь. Я надеюсь, что хватит мужества и у ФРС поднять ставку. И самые главные слова, которые должны быть произнесены, что мы боремся с инфляцией. Проблемы падающих банков, это падающих, проблемы падающих банков и их акционеров. Мы занимаемся только тем, что не купируем... И вкладчиков, Миш, извини, я добавлю, не только акционеров, но и вкладчиков, которые не подумав, положили туда свои деньги. И которых сейчас-таки полностью спасли. Да, 7% вкладов было только... То есть, российские бабушки, вот им не лень ходить по банкам и раскладывать по 1,4 миллиона рублей, то, что гарантирует система страхования вкладов. А там 7% в думости вкладов, то есть все остальные пошли за высокими ставками, и там были и миллионы, и два, и пять, и десять, и так далее, да. То есть, это не бабушек спасли вот таких, да, у которых действительно... Да, 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 спасли тех, кто... Спасли мультимиллионеров, спасли мультимиллионеров, которые, собственно, на этом и заработали. Да. Ты согласен с главой цитадели, да, что это вот, ну, как бы уже не капитализм? Ты знаешь, я тебе сказал свою теорию, что это не... Ты знаешь, капитализм перестал быть капитализмом в 2008 году. Вот ровно в этом... Абсолютно согласен, абсолютно. Вот капитализмом. Китай, он уже давно, да, вот третий центр силы Европы, да, там сейчас к этому движется, ну, всегда двигался семимильными шагами. А в Штатах он приключился к госкапитализму в 2008 году, когда вместо того, чтобы дать всем умереть, ну, вот, собственно, очиститься, собственно, сделали то, что, ну, вот, очень показательные титры в конце фильма «Игра на понижение», да, ну, и книгу, если кто-то читал. Там пишут, что, да, люди, которые занимали эти посты, снова стали занимать эти посты, система докапитализирована, нашли каких-то козлов отпущения номинальных, и все. А нужно было дать системе серьезно очиститься. А в результате это привело к тому, вот, ровно в 2008 году началось то, что привело к тому, что мы расстребываем, ну, они расстребывают сейчас. Мы тоже с ними, к сожалению, мы, к сожалению, тоже с ними, прежде чем поговорить о последствиях. Да, тут вот буквально, да, в предыдущем эфире у коллег Антон Свериденко вспоминал о Владимира Ильича, да, что там социализм — это и есть советская власть, плюс электрификация всей страны. А я вот здесь вспомню тоже Владимира Ильича, 36-й томик полного собраться, я не о сочинении, вот там написано, цитирую, мы взяли власть для того, чтобы создать ГМК, то есть государственно-монополитический капитализм, да, в советское время была такая формулировка. Вот его создали все, и в Соединенных Штатах, и везде по всему миру. Главное, что сейчас демократы, да, демократы находятся в жутком цейтноте. Им нужно по плану, знаешь как, барон Михаилович, ну, 16 часов подвиг, им в 2023 году надо побить инфляцию, а в 2024 показать рост индекса СНП там хотя бы до 4500, чтобы к ноябрю выйти во всей феерии перед домохозяйками и инвесторами, понимаешь? И они боятся как огня любых вот сейчас проявлений, падений, я думаю, что будут заливать, к сожалению, деньгами. Но вот еще раз говорю, очень показательно будут действия ФРС даже не просто 22 марта, а до июня. Вот в июне последнее заседание перед перерывом, перед Джексон Холлом, потом, естественно, послушаем, что будет в конце августа в Джексон Холле, там обычно, кстати, вот абсолютно искренние вещи говорят, и очень мало игры, там, каких-то хитросплетений. Вот посмотрим на действия ФРС первое на следующей неделе и до конца весны. И будет все на самом деле понятно. Но давление будет колоссальное социально-демократов. А, безусловно, вот вопрос, да, а вообще возможно ли, да, вот в нынешней ситуации действительно как-то, что называется, удержать эту ситуацию? Да, потому что у меня вот то, что я вижу, да, это вот уже тут перефразировали, опять же, да, вернувшись в 2008 год, тогда была поговорка «слишком большой, чтобы упасть», а вот сейчас я это перефразирую «слишком большой, чтобы не упасть». Вот очень похоже на то, что все, да, вот размер вот этой вот финансовой системы по отношению к реальной экономике, он уже такой, что все, ее спасти уже невозможно. И чем дольше, и чем агрессивнее, да, там, и ФРС, там, неважно кто, будут пытаться ее спасти, тем, собственно, более жесткие последствия будут. Ну, понятно же, что они, если они сейчас вот будут так же, ну, или там, похожим образом спасать свою финансовую систему, то, ну, понятно, что СНП можно будет вытащить, да, но какой ценой инфляция тогда уже к концу следующего года будет двузначной? Смотри, вот очень серьезно, вот я говорю, насколько они сейчас будут купировать этот кризис. Если они будут, невозможно быть добрым для всех, да, невозможно спасти и акционеров, и систему, и физиков, да. Правильно в этот момент, вот как ты сказал, пожертвовать физиками. Ребята, вы не просчитали риски и банками, да, то есть его докапитализируют, печать вот этих денег таким образом, чтобы не пошла волна на контрагентов, да, на более мелкие банки, на региональные банки. Вот если купируют так, это не вызовет сверстной инфляции, но при этом потеряют вкладчики, при этом потеряют акционеры. Если будут пытаться быть хорошими для всех, то это, да, это опять в разврат, там, не знаю, к 8%, к 9%. Сколько они получат? А ты веришь в то, что у них, ты веришь в то, что у них способна, потому что, что они способны на это, потому что, первое, европейцы как раз пошли по тому пути еще осенью, и они спасают всех. Они как раз таки прогарантировали, судя перед всеми своими кредитными учреждениями, долги вообще все. То есть, ну, если вот где-то кто-то нет, то вот мы, собственно, все за вас закроем. Понятно, что нет у них денег, да, и вроде как ЕЦБ сейчас ставки повышает, но если, когда верни, если, а когда это начнет рвать, что они тогда будут делать? Правительство скажет, о, извините, мы банкроты, да, что тоже вызовет всплеск инфляции. Ну, это распад еврозоны, это реальный распад еврозоны. Конечно, а если будут выполнять, то это гиперинфляция. Ты вот сейчас упомянул Банк Швейцарии, да, а там есть такой очень интересный нюанс, что Банк Швейцарии, помнишь, им все восторгались, как он грамотно инвестирует в техи, в американские рынки и так далее. И там, я не помню точную цифру, по-моему, на 100, на 150 миллиардов. Вот представляешь, если они решат слить вот этот свой актив, да, для того, чтобы докапитализировать систему. Вот пойдет жара, как говорится, на американских рынках. Ну, тогда, мы же понимаем, что тогда будут делать американцы, а не тогда возьмут швейцарские банки за одно место. Ну, Володя, отвечая на твой вопрос, вот честно, отвечая на твой вопрос, я не верю, что они пожертвуют вкладчиками и акционерами. Я думаю, что зальют, потому что им никто, вот по той самой причине 2024 года, этот год борьбы с инфляцией, следующий год, хотя не знаю, как у них получится, что они будут рисовать, но я не верю, что они даже частично пойдут на конфронтацию с физиками-вкладчиками. А что тогда с ценой на активы будет, на твой взгляд? Тогда что, мы опять видим, у нас улетит в космос цена на золото, криптовалюты, рынок начнет переходить на бартер, да, люди начнут забирать вклады, побегут покупать, опять же, те же биткоины, да. Я думаю, что в биткоине никто никому уходить не даст, и я думаю, что регуляторное давление здесь будет все усиливаться и усилиться. Ну, мы оставим эту огромную тему за эфиром, вот. А в рынке вкладываться не спешат, то есть, да, они отрастают, но если включить, знаете, как я говорю, если вам непонятно, что происходит, включите таймфрейм постарше. Да, включите недельный таймфрейм, и вам все будет понятно, что происходит с S&P, там он дергается, как, извините меня, мышь в проруби. Вот. Что касается, куда, уже пошли деньги в трежерис. Вот уже пошли в трежерис, как, не знаю, там, в тихую гавань, но ты же видишь, да, там, что происходит с доходностями, они снижаются, вот, идет рост. Вот, деньги идут не в рынок, и я думаю, что он будет искать сейчас применение, не знаю, какое. С точки зрения золота, ну, хорошо, допустим, вытащили золото. Это для тех, кто его готов хранить, там, 5-10 лет. Много таких? А если все решат вдруг его фиксировать, да, вот надо, и чего? Ну, то есть, куда золото упадет? Опять на 1800? Понимаешь? Ну, да. Что-то такой актив. Ну, действительно, да, самое главное, Даня Ильич, спасибо большое, у нас время заканчивается. Михаил Хан, управляющий директор Алго-Капитал, не верит в то, что регуляторы мировые хоть на что-то способны, способны принять какое-то реальное решение. Ну, если так, то, в общем, хомячка, то есть, систему, все равно разорвет, Том. Субтитры создавал DimaTorzok